Меня зовут Галина Волкова. Я проживаю на Тартуманте, 64-5. В этой квартире я живу с 54-го года. Здесь выросла, здесь замуж вышла, здесь родила, воспитала детей. И в 90-х годах появились хозяева. Да, сделали нам условия, платили очень дорого. А так как деваться некуда или куда-то, мы продолжали как-то все вместе проживать и платить за аренду. Потом нас перепродали. В данный момент нас Барсен, Баренцхо, Баренцхо содержит. И он нам, значит, сказал и написал бумагу о том, что наш договор заканчивается 10 августа. И чтобы мы отсюда выселялись. Так как нас выселяют уже, выключили нам газ две недели тому назад. Это было 20 июля. Два дня тому назад отключили воду. Это ужасно. Это ужасно то, что мы не можем ни постираться, ни подготовить, ни в туалет не сходить, ничего. Тем более, если собирать вещи, все вещи должны быть постираны. Все должно сложено. А мы от нас вот так вот сделали. Мы звонили. Звонили в эту контору. Нам сказали, что ничего они не отключали и ничего знать не хотят. Мы позвонили в Таллиновесе, чтобы подключили воду. Хоть без воды это вообще не жизнь. В Таллиновесе приезжала. Не могли найти место, потому что все закрыли, хозяева, все на ключи, туда не попасть. Звонили в полицию, чтобы нашли наших хозяев и заставили их, попросили их включить воду до окончания нашего, ихнего договора. Я возмущена тем, что нас выселяют, не предоставляют даже никакой помощи, ни квартиры, ничего. Идите, куда хотите. Я на пенсии. Пенсия у меня 300 евро. Куда мне идти, где мне снимать, на что мне жить. Аренда каких-то квартир стоит очень дорого. Мне надо хоть как-то свою старость дожить. Дети, конечно, взрослые, могут, может быть, и сами найти где. Но все равно это непорядок. Если вы должны предоставить нам хоть что-то. В муниципальной очереди мы стоим уже 4 года. Писали заявление, 5 заявлений на предоставление нам квартир. Тем более вот сейчас в таком аварийном состоянии в нашем, в такое время, когда дан срок выехать, 10 августа. И нам, и мы прикладывали это заявление к нашему общему. Нам отказывали, давали другим людям. Вот сейчас будет скоро опять комиссия. Но она будет 15 августа. У нас написано. Я очень жду и надеюсь на получение этой квартиры в Власнамяе. Очень хочу, чтобы помогли, помогли нам получить. Я в Эстонии так долго живу, работала. 40 лет у меня рабочего стажа. Всю жизнь работала на Эстонию. Отдавала, можно сказать, все и платила. Закона послушная. Никогда ничего не нарушала. И хочу, чтобы мне в свои 67 лет, хочу быть спокойно себе, спокойную старость. Я устала уже нервничать, потому что все время нужно искать было деньги, заплатить за квартиру, за воду, все. Но, слава богу, хоть немножко мне дети помогали, все. Ну, а сейчас я в таком положении, я не знаю, на улицу идти, куда бонжевать, бомжом быть, прожить всю жизнь здесь, в этой квартире, в нашем городе Таллине, в Эстонии. Отработать столько и остаться бомжом, и никто не может мне помочь. Это такая несправедливость. Это, не знаю. Тем более, ходили голосовать за наших кандидатов, получали голоса. А теперь я не знаю, если так со мной будет поступать, то какие голоса, может быть, даже на пикет пойду. Но в данный момент прошу, очень прошу вас, помогите нам получить какое-нибудь жилье. Поэтому не дайте нам быть выброшенными на улицу, тем более в таком возрасте. Меня зовут Волкова Елена, я проживаю по адресу Тартуманта, 64, квартира 5. Я гражданка Эстонии. Я беспокоюсь за свою семью, за себя. Хозяева и так уже нарушили договор, они могут в любой момент нас выкинуть из квартиры. Я прошу людей, облеченных властью, помочь нас в этой ситуации, обеспечить наше фундаментальное право на жилище. Обращаюсь к президенту Эстонии Керсти Калиуэллайт, к премьер-министру Юрию Ратасу, исполняющему обязанности мэра города Тавиасу. Помогите нам, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...